Всем привет, дорогие друзья! Данный ролик будет немножко нестандартным форматом для моего канала. Но, если вдруг вам такой экспериментальный видос понравится, посмотрите его полностью, то оцените, пожалуйста, лайком за старание, ну и комментарием тоже напишите, может, какую-то идею, следующую накинете. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, влоги тоже будут. Короче, я долго думал, какого домашнего питомца завести, потому что Данька постоянно просит, там, знаете, то кошечку, то собачку. Но моим главным требованием было, чтобы питомец был неприхотливым. Потому что выгуливать и собирать шесть по квартире, это точно не про меня. Ну и еще очень важный момент, чтобы был не аллергенным. Я думаю, что данная тема будет актуальна для многих, поэтому саживайтесь поудобнее, ну и всем приятного просмотра. Именно поэтому, как вы уже поняли из названия ролика, мой выбор пал на муравьиную ферму. Слышали хоть немного про такую штуку? Это муравьинная колония в маленькой коробочке на столе. Давайте же скорее посмотрим, все ли с ними в порядке и как они перенесли поездку. Погода на улице далеко не летняя, и я очень волнуюсь за состояние моих новых питомцев. Скажу сразу, что выбирала достаточно долго, да, я тут еще зануда, и остановился на End Planet. Если уж брать, то у лучших. Тем более, что у них самая мощная техподдержка, ну и качество огонь. Короче, сейчас я вам все покажу. Открываем коробку. Внутри видим сразу же инструкцию. Сам формикарий. Посмотрите, какая у него интересная расцветка. Очень похожа на мох. Это, кстати, цветная накладка, которую можно легко заменить на другую. Под новый интерьер там или настроение. Заказать эти накладки можно также на сайте End Planet. Посмотрим скорее, как там муравьи. Вы только посмотрите, их там уже целое семейство. Бегают что-то, суетятся, носят личинки. Ну а самая большая из них, это королева. Так, что тут у нас еще? Пинцет, крышка для арены, пробирка с кормом. Кстати, его хватит на целый год, поэтому вот что значит экономно. Антипобег, сувениры, ну и разные дополнительные штучки для фермы. Давайте скорее подготовим фармикарий для переселения. Нужно увлажнить их домик. Заливаем воду в специальный отсек и накрываем ходы накладками с затемнителями. Открываем ватку и аккуратно кладем пробирку с муравьями на арену. Все, осталось только подождать, когда они перенесут свои чемоданчики и будут расселяться по квартирам. Как вы могли заметить, мурашек еще не слишком много. Это потому, что колония еще слишком молодая. Скоро у королевы будет новое потомство, мурашек станет намного больше. И вот тогда начнется настоящая движуха. Это сейчас их и десятка не насчитаешь. Совсем скоро их станет сотни, а то и тысячи муравьев. Я жду не дождусь этого момента, друзья. А вы? Ребята, мне очень интересно ваше мнение по поводу ухода за такими необычными питомцами. Если у кого-то есть опыт с муравьями или знает какие-то лайфхаки по уходу за мурашками, пожалуйста, пишите в комментариях, поправляйте меня, учите, потому что я только с этим вот недавно связан. Буду рад любым дельным советам. Давайте оставим их на ночь и посмотрим, что произойдет. Ребята, я реально в восторге. У них оказывается целая цивилизация, королева, рабочие, солдаты, няньки и куколки. У всех свои роли и задачи. И заморочек ноль в этом. Раз в три дня увлажнять, иногда подсыпать семена и иногда баловать вкусняшками. Я вычитал, что муравьям нужно давать белковую пищу. И на ум мне пришло отварить яйцо и дать им, конечно же, вот этот белок. Ну, собственно говоря, этим и займемся. Им можно давать вареный белок яйца, вареный картофель, креветку, вареную грудку курицы, ну или же индейки. Только самое главное, без соли и специй. Это очень важно. Давайте их чем-нибудь угостим. Кусок должен быть размера ходов, чтобы они его не утащили в ходы. Сегодня, дорогие друзья, у муравьев день креветочек. Ну что ж, морепродукты в студию. В общем, реально, это очень круто. У ребят из Endplanet я попросил для вас промокод, оставлю его под видео. Мы личный must-have рекомендуем. Короче, друзья, я надеюсь, вам ролик понравился. Для меня это точно был такой интересный опыт, интересный экспириенс. Блин, наблюдать за тем, как развивается жизнь вот за стеклом. Просто там целая цивилизация, реально. Я не знаю, будет ли еще в последующей серии. Давайте так, если вы поддержите ролик, если вы хотели бы продолжение, то может быть я что-то подобное снимал. Потому что, ну, они же будут размножаться, там будет что-то меняться. Мы их будем кормить разными там интересными вкусняхами. Конечно же, там будет цикл постоянно меняться. И, возможно, мы там еще что-то докупим им, переселим. Там есть их будет очень много. Потому что на это надо время. Ролик снимался на протяжении недели. И, как вы видели, ну, не сильно много муравьев получилось. Потому что я рассчитывал, что их, они прям размножатся очень быстро. Там еще переезд был. И немножко, немножко мы опоздали с этим. Ну, короче, не важно. Если вам понравится данный видеоролик, я посмотрю по отклику зрителей. Я продолжу. Может, еще какие-то сниму серии. Пишите об этом в комментариях. Ну, и напишите в комментариях, какой у вас домашний питомец. И хотели бы вы себе муравьевую ферму. Если да, то ссылки в описании. Всем хорошего дня, настроения. И спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч. Любите, берегите животных. Пока!